Преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Так можно расшифровать название выставки архивных документов без срока давности. Открыли ее в Ульяновском областном краеведческом музее имени Гончарова. Вот эта ужасная трагедия, в которую было вовлечено 84 миллиона советских людей, оказавшихся на оккупированных территориях. И оккупация длилась от нескольких месяцев до трех лет максимально на территории будущей Российской Федерации. На выставке представлена лишь небольшая часть документальных свидетельств, рассказывающих о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной советской территории. О карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, об условиях жизни в оккупации, лишениях и голоде. А по эксплуатации населения, угоне на принудительные работы в Германии, об уничтожении больных и преступлениях против детства. Многие факты стали известны благодаря работе поисковых отрядов. Для поисковиков важно было увековечивание памяти не только советских военнослужащих, но и гражданского населения. Как раз буквально позапрошлом году на территории Новгородской области были найдены несколько расстрелянных ям. И после обращения ответственного секретаря поискового движения к Следственному комитету России удалось привлечь к работе Следственный комитет России, по результатам которого было возбуждено уголовное дело по факту геноцида в годы Великой Отечественной войны. Выставку предоставило общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества поисковое движение России. Экспозиция будет работать до 23 февраля, а затем переедет на демонстрации в Маинский историко-крывический музей. В этом году с выставкой познакомятся жители Корсунского, Сенгелеевского и Барышского районов. Помимо Ульяновска, подобные экспозиции открылись еще в 63 российских областях. Над архивными материалами работали 47 архивных учреждений, почти 400 сотрудников, специалисты истории и многие другие. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ.